ПРОГРАММА УЗНИКИ ГУЛАГА Шмер Лейб Медалье – раввин в Витебске вначале, а затем в Москве, фактически лидер религиозной общины евреев Советского Союза. Илья, у меня к вам такой вопрос. Что вы можете сказать в целом о преследовании раввинов на примере семьи Медалье? Шмер Лейб Медалье был расстрелян в 1938 году. Я бы сказал, что даже шире. Это выставка, это пример более общей трагедии, а именно того, что в 20-е и 30-е годы были массовые репрессии против священнослужителей и против верующих. По разным оценкам речь может идти о десятках тысяч погибших священнослужителей в этот период и о сотнях тысяч репрессированных. Вы имеете в виду о десятках тысяч погибших не только иудейской верой? Это священнослужители всех традиционных и нетрадиционных религий Советского Союза. Но вот эта выставка, она посвящена лидеру религиозного еврейства Советского Союза. Вы сказали про Витебск, а это только такая главная веха в его служении. Но перед этим его путь был похож на путь многих раввинов того времени. Он родился в Литве, на территории современной Литве, в Ковенской губернии, получил образование там же. Потом женился на дочери очень знаменитого в те годы раввина Карасика из города Кролевец, тогда Черниговской губернии, ныне Самской области Украины. Жил там в семье тестя в течение длительного времени. И потом поехал на первый свой раввинский пост в город Тула, вне черты оседлости. Служил там несколько лет, потом вернулся и был раввинов в городе Кролевец. Оттуда попал в Витебск, а из Витебска попал в Москву. Революция застала его в Витебске. Именно в Витебске. И вот когда большевики собирали, ну, собирали это мягко сказать, реквизировали утварь, там, серебро, золото. Это ведь было при нем, когда он был в Витебске, так я понимаю. Да, более того, так сказать, ну, антирелигиозные кампании шли волнами. Раввин Медалье прославился еще в первой кампании. И так получилось, что именно в Витебске состоялся первый инсценированный суд, в кавычках, так называемый суд над Хедером. Мероприятие освещалось в центральных газетах. Было первым таким массовым антирелигиозным мероприятием, когда в большом зале со всего города собирались люди, которые должны были в рамках видимости некого судебного процесса осудить. Было заранее принято решение Евсекции о том, что Хедер будет признан виновным в том, что он якобы не дает еврейским детям развиваться в соответствии с новыми веяниями. И вот на этом суде Раввин Медалье был защитником, произнес зажигательную речь. Поясните нашим радиослушателям, Хедер это? Хедер это традиционная еврейская религиозная школа. Если так можно выразиться, так нельзя выразиться. Но в каком смысле это некий аналог ЦПШ, церковно-приходской школы, для мальчиков, где еврейские дети получали начальное образование. Точно так же, как советская власть с первых лет своего существования начала борьбу с традиционными образовательными институтами, доставшимися от царской власти Хедер, вот это было первое масштабное мероприятие. После него, после его речи на этом суде, у него начались сложности. Что касается реквизиции вещей из синагог, то тоже была такая знаменитая брошюра до Луи Равинов. Там Медалье тоже упомянут. И как раз там довольно подробно рассказывается о процессе реквизиции. И вот здесь я хотел обратить внимание на важную деталь. Медалье был человек, настроенный на конструктивное взаимодействие с советской властью. То есть тогда, когда пришли и хотели реквизировать ценности синагог Витебска, то он обратился со встречами и сказал, что все равно золотых вещей нет, это все не имеет особенной ценности. Давайте мы оставим религиозную утварь в синагогах, а взамен будем на еврейских свадьбах собирать деньги вот для передачи голодающим по Волжу, а также на другие цели, для которых реквизировались ценности из синагог. А что ответили власти? Что ответили власти неизвестно, но имущество из синагога религиозная утварь была реквизирована, о чем свидетельствуют разнообразные архивные записи. Но это такой эпизод очень характерный. С самого момента появления новой власти Медалье был настроен на то, чтобы по возможности с ней как-то взаимодействовать. То есть он не был антисоветчиком, если можно так выразиться. После Витебска его избрали раввином Москвы, да, и он фактически стал главой религиозных общин еврейских Советского Союза. Да. В каком году был? Этот вопрос до сих пор не выяснен, отсутствуют четкие архивные данные. Его служение в Витебске закончилось в связи с закрытием синагоги. Значит, та синагога, в которой он служил в течение 20 и почти 25 лет, была закрыта в 1929 году. И после этого, то ли сразу, то ли с остановкой в Туле, он переехал в Москву, где после отъезда тогдашнего главного раввина Москвы Клемеса в подмандатную Палестину, стал главным раввином Москвы и раввином всех четырех оставшихся, не закрытых к тому моменту, синагог города. Ну и де-факто стал главным раввином Советского Союза, несмотря на то, что формально такой должности не было. К этому времени он уже был, конечно, несомненно, самым авторитетным и значимым раввином из тех, которые остались в Советском Союзе. И поэтому преследование его было преследованием как бы всего религиозного еврейства Советского Союза. А в связи с чем его арестовали? Его арестовали в январе 1938 года. Во-первых, в 20-х годах он был лишенцем. Потом в 30-х годах ему не давали паспорт. Есть какие-то сведения, которые указывают на то, что были какие-то сложности с законом, как сейчас говорят, и в 30-е годы. Но арестовали его в начале 1938 года. И в течение четырех месяцев состоялся сценированный суд, на котором ему был по печально известной 58-й статье вынесен смертный приговор. Впрочем, к этому времени раввин Медалье уже знал о том, как действуют советские судебные органы. Его сын раввин Ростова-на-Дону Моисей Медалье был арестован в 1935 году, отправлен в лагерь. И где тоже был расстрелян в том же 1938 году, спустя полтора месяца после отца. Расстреляли его в апреле? Да. В апреле 1938 года, да? В апреле 1938 года, в одну из волн, страшных расстрелянных волн того времени. Кто-то ведь еще из его детей пострадал от репрессий, да? Про Моисея я рассказал, про его двух других сыновей, Аврома и Берла. Лучше меня сможет рассказать Генрета Абрамовна, внучка Равина. Но самое страшное, что ждала самого Равина Медалье и его старшего сына. Они оба закончили свои земные труды в 1938 году. Были расстреляны. А что было с семьей, с женой Медалья? Двеера Богдана, более такой привычный двоера. Она жила в ужасных условиях, в ссылке в Казахстане. Те дети, которые успели до этого времени разъехаться по разным городам, их эта участь миновала. Генрета Абрамовна, ваша бабушка была? Она была в ссылке в Казахстане, в Баянауле. А наша семья во время войны тоже оказалась в Казахстане, в Алма-Ате. И папа мой узнал, где бабушка, и он за ней поехал. И он сумел привезти ее к нам. И она до нашего возвращения в Ленинград жила с нами в Алма-Ате. Это есть записи мои воспоминания, есть дневник моей девятилетней девочки. Это дневник представлен на выставке даже. Она была совершенно прелестным человеком. Вот у меня о ней оставили совершенно замечательные воспоминания. И общаться было интересно. Она знала кино. Несмотря на то, что она была такая дама религиозная, и все это она выполняла, и знала все молитвы. Она все читала. И я помню свое нетерпение, что она вот очень долго молится, а мне к ней подойти нельзя, пока она молится. А хотелось. Вы воспитывались тоже в религиозной еврейской традиции? Вы знаете, у меня отец был, конечно, даже, как было сказано, один из столпов, так сказать, еврейства в Ленинграде, но не давил на меня. Не было этого. Он разрешал и советское увлечение, и чтение книг художественных. Я балетоманка, и люблю музыку, и балет, и оперу. И он поощрял это. Хотя это могло показаться странным. Почему так вот? А он помогал мне даже в этом вопросе. Я помню хорошо, когда приезжал Вен Клайберн, известный американский пианист, очереди стояли и возле большого зала флормонии всю ночь, а он меня отвез в эту очередь ночью на такси. Это папа. Как получилось, что вы вернулись в Ленинград? Это в связи с чем и когда это было? Мы вернулись в январе 46-го года в Ленинград. Во-первых, он был преподавателем и даже одно время заместителем декана, встанк в инструментальном институте, возле площади статчика у Норских ворот. Но сейчас там нет института. И папа последние годы работал в институте водного транспорта, преподавал математику. А во время войны, в числе многих других, он был мобилизован и вывозил детей из сожженного Ленинграда. Рассказы его похожи просто на какие-то страшные... Вывозил, в частности, и детей сотрудников Кировского завода? Он вывозил детей Кировского района. Насчет Кировского завода конкретно я не знаю, но вообще вывозил детей. И рассказывал, как были налеты и как дети разбегались кто куда мог из жилонов. А он их находил и сам лично искал и находил. А иначе что была бы участь этих детей? Ну вот это было даже несколько раз такое. А потом меня тоже увезли. Меня увезли с детским садом из Ленинграда. Потом родители меня нашли. И мы были в эвакуации в Алма-Ате, где я пошла в школу. Я не училась в первом классе, а тут сразу во втором. Потом мы вернулись. Но бабушка, она какое-то время жила у нас. Бабушка рассказывала что-то вот о репрессиях, об отце? Знаете, она не любила об этом рассказывать. Но папа мне тоже рассказывал, как это все было. Ой, ну в всяком случае, папа сам пережил репрессии. Папа мой был тоже репрессирован. Это уже было в 51-м году. Как раз примерно одновременно с делом врачей. И он был тогда арестован. И тогда получилось так, что мы были с ним вдвоем только. Мама уезжала в командировку. Она была заместителем начальника планового отдела. И она уезжала в Москву. И вот к нам пришли люди в штатском. И перевернули нам. Был страшный обыск. И забрали с собой собрание сочинений, шоу алмалейхам, а на идиш. Что, конечно, никак не разрешалось тогда. И увезли папу. Напомните, папу звали... Абрам Лейбович. Ну, это средний сын дедушки. И вот его тоже увезли. Я хорошо помню, как он сидел смертельно бледный на стуле. И губы шевелились. Он, наверное, молился. Я так понимаю. И его увезли. И я осталась вообще одна во всем, в этой перевернутой верхнем комнате. Было мне 14 лет. Это не такая маленькая вроде бы, да? Но чтобы вот так остаться и не знать, вяжли я папу когда-нибудь еще, это, конечно, не очень хорошо было, мягко говоря. Мама приехала. Начались хождения по следователям. Маме какой-то исследователь даже показывал, дал возможность прочесть показания против папы. В том числе и от какого-то прихожанина синагоги, которому, я не знаю, почему ему надо было так в отношении папы, но были показания такие. И папу... А до этого ваш папа был... Подавал на Институте водного транспорта математику. Не имел отношения к синагоге? Ну, почему же он, вероятно, я так думаю, что он... Ну, может быть, нечасто, потому что это все-таки было риском. Но, во всяком случае, он выполнял все, что мог. И был довольно такой знающий. И были люди, которые бывали у нас. Но это уже после его возвращения. Это на моей памяти такие довольно серьезные его ученики были. То есть, еще раз вернемся, вашего отца арестовали. И что было дальше? Мы даже узнали, где он. Он был в лагере в Коми АССР. В Коми. Это город Инта. В этом случае была возможность примерно раз в полгода обмениваться письмами. А вообще мы с мамой посылали ему продуктовые всякие посылки. Причем из Ленинграда нельзя было. В Ленинграде не принимали. Надо было ехать в пригород куда-нибудь. И вот он вроде бы удерживал кашрут там в тех условиях. То есть голодал, по сути. Но не ел того, чего нельзя по еврейским традициям и законам. То есть он соблюдал все требования? Да, старался соблюдать все это. И пять лет, три с половиной месяца он там пробыл в этом лагере. Вначале он работал в шахте. Причем в условиях таких очень нелегких. Потом уже позже много. Когда он вернулся, он рассказывал, что была жуткая жара там под землей. И он раздетый выходил наружу, чтобы хоть глотнуть воздуха. И возвращался. Когда скончался Сталин, то папе позволили открыть школу. Вот там в лагере. И мы были знакомы с человеком, который там у него закончил школу. Мы такого человека знали. Он тоже был в лагере. А папа, вернувшись, он работал. В каком году примерно? Вернулся он. В 51-м он был арестован. Вернулся в 56-м. Работал здесь, в Ленинграде. Потом остался сутки свободнее немножко. Он мог посещать синагогу. И были люди, которые были у нас дома. Известные люди. И ныне известные. Это вот Равин на Большой Буронной в Москве. Это такой есть Исаак Коган. Он даже написал книгу. И там говорит о папе, в том числе, как о своем учителе. И даже сегодня есть такие, кто его помнит. Но их все меньше и меньше, конечно. В связи с чем арестовали вашего отца? Только из-за того, что нашли книжку? Нет, конечно, нет. По какой статье? По 58-й. Ну, считалось, что как бы измена. Не был казнен. Слава Богу, этого не было. Потому что мы знали, что такое 10 лет без права переписки. Это означало гибель. Но он все-таки имел возможность написать. И, в конце концов, он был освобожден решением комиссии Президиума Верховного Совета СССР. Комиссию эту, вот я его помню, этого человека, возглавлял такой лев от отчества. Не помню, но фамилия его была Портнов. Он тоже был репрессирован в свое время. Это человек, который был репрессирован. И потом он возглавил комиссию по освобождению таких, как мой отец. И он был у нас даже с визитом и сказал, что вот обаяние личности Папина повлияло на решение этой комиссии тоже. И мы таким образом освободили. И он работал в институте довольно долго. И, в общем, в 91-м году он скончался. 25 лет в этом году. Илья, что бы вы могли добавить к рассказу Генриетты Абрамовны? Авром Медалье был человек уникальной судьбы и настолько, насколько можно, насколько я могу об этом судить по воспоминаниям. Я его не видел. И был просто вообще человек уникальный. Такого количества учеников, которые рассеяны по всему миру и достигли таких высот в еврейской традиции, я, пожалуй, что не знаю. Дело в том, что среди учеников Аврома Медалье есть главный раввин Украины, есть кавалер ордена почета раввин синагоги на Большой Бродный Исаакоган, есть знаменитые мыслители Дворкин и Корец. И это я говорю только о самых известных его учениках. А среди его учеников десятки людей, говорю про проживающих от ЮАР до Уругвая, от Израиля до Берлина, от Соединенных Штатов Америки до Санкт-Петербурга. Такого количества людей, которым он помог приобщиться к еврейской традиции, или таких людей, которым он не дал отойти от еврейской традиции, просто трудно себе представить. Сколько людей я встречал в Москве, в Израиле, да где только не встречал, которым он подписывал, в то время, когда это было совсем небезопасно, подписывал брачные договоры. Я могу привести такую историю, которую рассказал мне как раз раввин Исаакоган. Он выучился на Шойхита. Шойхит – это резчик. Дело в том, что к 60-70-м годам уже не оставалось тех раввинов, которые получали звание в царский период, которые бы учились в Хедоро, в Ешивах, могли бы получить звание. И поэтому Авром был фактически один из немногих, а может быть даже единственным человеком, который мог кому-то передать свои знания. При Сталине в конце 40-х годов была очередная волна. И он по той же самой 58-й статье, ему повезло больше, чем его брату и отцу, но все равно это, конечно, был тяжелейший период. Он в какой-то степени подорвал свое здоровье, но при этом, несмотря на все эти тяготы, все его вспоминают как человека исключительно светлого. И вот я хотел бы рассказать эту историю про резчика, что когда он раввину Когану дал право называться Шойхитом, значит, ну, тот спросил его, а можно мне получить какую-то бумагу? Он говорит, что нет, ты понимаешь, я вот сидел и по этому бумагу, но если тебя кто-то спросит, ты дай мой номер телефона. Уникальный был человек, который успел поучиться тогда всю жизнь, даже вот в лагере наизусть мог читать молитвы. И потом смог передать свое знание буквально от отца к сыну и к огромному количеству ленинградских евреев. Пожалуй, такой важной, такой более важной фигуры в истории послевоенного еврейства Ленинграда, наверное, не найти. – Генрита Абрамовна, а что вы, может быть, знаете о других родственниках? – Да, вот еще один, это мой дядя Беру Борис Львович. Он тоже здесь жил, в Ленинграде, и он не имел, по-моему, если я не ошибаюсь, высшего образования, но зато в области, так сказать, иудаизма он тоже был очень подготовлен, и тоже он был репрессирован. Но он вернулся, и здесь он… – Он был репрессирован? – Он был сослан. Подробности я… – Но это после войны было уже? – Папа тоже ведь после войны, 51-й год, и примерно он тогда же. Но потом он вернулся и был здесь, и умер в Ленинграде. – Сейчас как раз время, когда проходит выставка, посвященная репрессиям вашей семьи, семья Равина Медалье, годы репрессий. На этой выставке те экспонаты, которые представлены, вам они до этого были знакомы? – Ну, кое-что, конечно. Тут есть кое-что и наше. Например, там есть бокал, который отдельно выставлен. Это бокал, принадлежавший именно моему деду. Там даже выгравировано, что это ему. Но после него это ведь так называемый кедушный бокал. То есть в шабад, в субботу специально берется бокал отдельно. После того, когда этот бокал каким-то образом он попал к нам. И мой отец на нем тоже говорил кедушную литву специальную. И теперь вот мой муж. Ну, сейчас это вообще здесь, на выставке. – А вот еще на этой выставке есть ведь экспонаты, принадлежавшие синагоге. Так я понимаю. – Синагоги на Большой Бронной из Москвы. Вот эти, там есть такие вещи, которые передал вот как раз Исаак Коган, раввин, нынешний раввин этой синагоги. И там есть на выставке кое-что. Члены семьи, кто жив, они тоже что-то, что могли отдали. Вот мы отдали этот бокал кое-что моего отца и моих собственных, даже мой дневник, которым упоминается моя бабушка, когда она жила с нами в Алмате. Вот, так что. – Кто-то вот из родных рассказывал о годах репрессий вам? – Знаете, отец рассказывал. И что мне было рассказывать, если я это пережила? Я это пережила. Нам летели камни в окна, как семья врага народа. Правда, те, кто знали лично, наши непосредственные соседи, они понимали, что он не враг народа. Они это знали. Генриетта Барон, внучка расстрелянного Равина и дочь ЗК, а также Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья Равина-Медалье. Годы репрессий». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Добрый день. У микрофона по-прежнему Лев Гольчтейн. Мои собеседники Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья Равина-Медалье» и Генриетта Барон, внучка расстрелянного Равина Шмера Лейба-Медалье и дочь Аврома-Медалье. Мне не надо было это рассказывать. Я, в общем, пережила это. То есть я не пережила даже. Я это и сейчас еще спокойно не могла об этом говорить, как все это было. То есть просто одно из моих самых страшных воспоминаний в жизни. Как вот моего отца увезли, и я не знала, увижу ли я когда-нибудь. А мой отец, я уже об этом говорила, это был один из лучших, если не самый лучший человек в моей жизни. Вы говорили, кидали камни. Кто и когда? Вот, знаете, у нас был довольно низкий первый этаж, и вот скидали окна, вот на камне. Мы видели, заставали такое. Это где было? Мы жили на Кировском районе, и там было такое. Знаете, что здесь заставали, приезжали же машины, наверное. Я не видела эту машину, потому что я была в очень плохом состоянии, но я видела этих людей, которые пришли за папой. Этих я помню, и никогда не забуду, наверное, как они выглядят. Они были в штатском. Так сказать, конспирация была. Если все-таки вернуться к тому, что рассказывал отец, какие-то подробности этих рассказов вы помните? Ну, какие подробности я рассказывал, вот, ничего хорошего, только он практически голодал, потому что что он мог там есть особенно? Он не мог этого есть. Вот то, что мы ему присылали. Мы ездили примерно раз в две недели и отправлялись, что можно было, из природы. И он это ел. Не мог позволить себе. Такое было воспитание. А ездить туда удавалось кому-то? Вы знаете, мы с мамой не ездили, но много-много-много лет спустя я летела в командировку. И у нас была посадка в Сыктывкаре, в Ставице-Коми. Пока наш самолет там стоял, прилетел самолет из Инты. И когда я все это увидела, мне как-то, я вообще, я не знаю, очень тяжело было это все видеть и воспринимать. И я понимала. Но папы уже не было там. Это было много позднее. А так, все-таки он прожил жизнь. Застал еще и своих внуков. Так что ничего, можно сказать. Но, конечно, это оставило отпечаток на всей жизни. И его, и моей тоже. Я вообще была в ужасе, когда я пришла и получала документ. У меня есть документ, что я пострадавшая от политических репрессий. Выдавали такие свидетельства, бессрочные. И я была в ужасе. Я никогда не думала, сколько таких, как я. Там было очень много народу таких. Это были дети репрессированных. Уже самих их почти и не было в живых. А детей, вот таких, как я, было очень много. Ужас. Я не знаю, даже сколько семей вообще это пережили. Ужас один. Поэтому, когда сейчас скучают по прежним временам, я этого не разделяю. Мне этого не нужно. Эти репрессии мне не нужны были. Скажите, все-таки дальше вы соблюдаете какие-то традиции религиозные, все на Богу ходите? Бывает. Ну, я не так много бываю, как, может быть, и надо было бы. Но бываю, конечно. Цараюсь. И на праздниках, вот и в Песах, это Пасха еврейская, и там другие праздники. Стараюсь быть, конечно. Я говорю, есть люди, которые помнят еще моего отца даже. Есть и такие. Но их немного. Правда, ко мне подходили и говорили, «А я помню вашего отца». Было такое, да. И даже где-то фотографию кто-то дал сюда. Но это тоже из прихожан. Были такие. Но есть и вспоминания людей, которые были. И с папой многие советовались. Он считался таким знающим. Геннадия Абрамовна, что вы думаете? Возможно, повторение, то есть опять репрессии по религиозному признаку или по каким-то другим? Я очень надеюсь, что такого не повторится все-таки. Потому что уже это то, что открылась такая выставка. Это ведь говорит о чем-то. Даже люди позволили себе об этом вспомнить. Была перед этим выставка в Москве. И даже вот на Украине была, во Львове выставка такая же. И сейчас в Петербурге. И вот присутствует Жизех Илья. Он думает продолжить. Это человек, который очень заинтересовался судьбой трагической этой семьи. И это говорит о многом. Когда кто мог думать? И синагога сейчас открыта. Вот ночь музеев. Вы знаете, что у нас тут есть такое. И была в эту ночь открыта синагога. Ночь открыта двери синагоги. И люди говорили, что был запружен весь Лермонтовский проспект. Что желающих прийти и побывать в синагоге очень много. Интерес неподдельный. Там даже и чем-то, может быть, угостили. Ну, а в всяком случае, я очень надеюсь, что при нынешнем, как и по такому интересе, и при том, что он все-таки удовлетворяется, этот интерес, я надеюсь, что не может быть такое повторение. Репрессии по национальности и религии. Очень хочется надеяться. В всяком случае, думаю, что у нас сейчас, может быть, свободнее и спокойнее, чем даже в Европе. Мы же знаем, что там всякое бывает. И вот было с этим Шарли и Бду, а рядом кошерные магазины, там были жертвы, которых абсолютно никакого отношения не имеют никакого. Есть антисемитизм в Европе. Ну, а здесь, может быть, есть, но государственного нет. Надеюсь, что этого нет. В всяком случае, люди очень охотно приходят и слушают, и спрашивают, и вопросы задают, и интересуются. И вот в эту ночь музеев говорят, что там были тысячи желающих пройти и посмотреть. Надеюсь, что этого не повторяется. Не допустится уже народ такого. Потому что это, ой, это позор, и это страшная трагедия. То, что порой называют Сталина эффективным менеджером. Мне, я не знаю, может, он был эффективный менеджер, но не хотелось бы вернуть. И я даже думаю, что если бы на самом деле все те, кто говорят, что, так сказать, если бы они вдруг узнали, что он таким-то образом вернулся, я думаю, они были бы в ужасе. Я так думаю. Не только не радовались бы, а просто были бы, наверное, в ужасе. Я так думаю. Как мне кажется, что люди... А уж то, что антисемитизм, надеюсь, что это не должно повториться никоим образом. Илья, здесь, в частности, на этой выставке представлены предметы, которые раньше не экспонировались, в том числе из коллекции Музея истории религии, изъятые из синагог Москвы и Ленинграда. Вы их тоже впервые увидели здесь? Да. Значит, это совершенно уникальное собрание, и в этом одна из особенностей и уникальностей нашей выставки. Она заключается в том, что этих вещей никто никогда не видел. Эти вещи, с тех пор, как были реквизированы, что-то в 20-е годы, что-то в 30-е годы. Музей несколько раз менял свое название, переезжал из одного места в другое. Эти вещи никогда не экспонировались, кроме музейных работников. Их никто не видел. Они, более того, почти все не воспроизводились в каких-то каталогах. Это очень большая удача, что они находятся в начале выставки. Они дают контекст эпохи, что было в еврейской общине до начала антирелигиозных гонений, и что стало потом. Это очень ценные экспонаты. С Вашей точки зрения, возможно повторение вот этих гонений по отношению к религиозным деятелям, будь то иудаизм, будь то православие, будь то католицизм или буддизм? Ну, знаете, нет, конечно, невозможно. Такая ужасная страница прошлого перевернута навсегда, насколько я могу судить, по результатам социологических опросов. Уважение к священнослужителям, причем это касается и памяти уже уже священнослужителей. Очень высок авторитет священнослужителей, поэтому невозможно себе представить, чтобы что-то такое еще могло повториться. При дефиците доверия к некоторым институтам государства, насколько я могу судить, по словам коллег-социологов, доверие к религиозным лидерам очень высокое. Это был Илья Васильев, соорганизатор выставки «Семья Раввина-Медалье. Годы репрессий» и Генриетта Барон, внучка расстрелянного Раввина и дочь репрессированного еврейского религиозного деятеля. Выставка в Музее истории религии завершается 21 июня. С вами был Лев Гольчтейн. УЗНИКИ ГУЛАГА Редактор субтитров А.Семкин